Что касается наступления украинского, все это, по идее, должно начаться после украинского наступления, которое, как считают сами россияне, закончится разгромом российской армии. В документах, утекших из Пентагона, сказано, что это наступление, по данным Newsweek журнала, должно начаться 30 апреля. Потому что оно было намечено на 30 апреля, правда, намечено было аж в феврале, из чего я делаю вывод, что это в лучшем случае такая ориентировочная дата. Что вряд ли, потому что за такой долгий период времени сложно назначить точную дату наступления за два месяца до этого наступления. Потому что там куча всяких факторов может помешать тому, чтобы оно случилось именно 30 апреля. Но, в принципе, разумно звучит 30 апреля, почему же? Я вот, например, сам несколько раз говорил, что я бы наверняка организовал наступление на майские праздники. Потому что на майские праздники российские солдаты, военные, вообще все российское общество, оно в несколько расслабленном виде, все уезжают отдыхать, бухать, на дачу, шашлыки-машлыки, все дела. Гуляют, тусуются, все российское военное и не только военное командование на 9 мая там набухивается. В общем, как бы, наверное, да, наверное, это разумное время начала для наступления. Только я бы, наверное, не к 1 мая делал это, а к маю 9-му. Потому что на 9-м, мне кажется, более важны эти дачи-шашлыки. Хотя, с другой стороны, там надо посмотреть график выходных, какие там выходные в этот раз в Российской Федерации. И к завершению этих выходных. Вот, я бы и начал, наверное. Потому что это разумно. Кстати, я думаю, что Владимир Путин начал 24 февраля свою операцию против Украины. Потому что был уверен на 100%, что украинские военные, по старой памяти, отмечают 23 февраля и 24-го. Они с Бадуна и, в общем, недееспособны. Он не знал, что в Украине там уже какие-то новые даты празднования Дня вооруженных сил и так далее. Но он думал, что вот поможет ему это. В любом случае, я думаю, когда подсохнет земля, начало-середина мая, вот уже, я думаю, тогда и начнется. Ну, а если брать в целом вот эти все утечки пентагоновские, то мне, кажется, больше всего удивило то, что ну ничего особенно секретного, кроме, может, вот этого 30 апреля, мы из них не узнали. И плюс зато мы узнали, что американская разведка пользуется иногда довольно сомнительными источниками информации. Вот, например, там, где говорится, что у Путина химиотерапия, что там еще что-то такое про его здоровье. Но это фуфло, я считаю, это не настоящая информация. Не знаю, где они это взяли, но это просто шлак какой-то. Информация о том, что Путин там болеет, это химиотерапия у него какая-то, я вот не вижу, если честно. Понимаете, у Путина все его родственники недавно смотрели, все его родственники дожили там почти до 100 лет. Бабушки, дедушки, мать, отец до 85-90 лет, кто-то там даже до сих пор еще живой есть у него. Поэтому ожидать, что он с идеальным медицинским обслуживанием возьмет и дуба даст досрочно, я в это не верю вообще. Вот такие новости у меня сегодня к вам. Я надеюсь, что информация о начавшейся драке, склоке внутри российского руководства хотя бы морально поддержит многих людей в Украине. И всех людей доброй воли, потому что, как вы понимаете, ничего подобного не происходило бы, если бы у них все было нормально, дела шли так, как надо и так, как планировалось. Очевидно, у них там находится все в очень глубоком кризисе. На этой оптимистической ноте я сегодня с вами буду прощаться. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам было интересно. Да перебудет с вами сила. Пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут. Продолжение следует...